Заходит в дежурную часть, подходит к телефону, набирает заветные цифры. На том конце видеозвонка – любимая жена, у которой, к слову, сегодня день рождения. Супруга, осужденный Олег Мэннер, не виделся уже год. Терпение и силы, чтобы все нас литерат, чтобы нас ели, и чтобы ты всегда целая сияла. Почти 24 тысячи звонков по видеосвязи сделали осужденные в 2020 году. Для сравнения, в 2019-м было в 8 раз меньше – всего 3 тысячи. Спрос на видеосвязь повысила пандемию, из-за которой ввели запрет на свидание вживую. Когда вдали от близких ты их не видишь, не можешь прикоснуться. Очень сильно это угнетает, когда есть дети. Ты реально не можешь их ни обнять, ничего. Это тяжело. Уже столько времени, но хотя бы видеозвонки, они очень помогают. Прошло уже полсрока, как я нахожусь в этих местах. Ну, как бы радует то, что сейчас время пойдет с горочки. Видеопослание маме и коту осужденный Руслан Аврузов записывает несколько раз в месяц. Мама в ответ присылает сыну рукописное письмо. Вот так и общаются в условиях карантина. Всего за прошлый год осужденные в студии кабельного телевидения записали больше ста видеописем. В неволе можно послать весточку и по старинке, написать письмо. При этом есть возможность сопроводить его голосом. Для этого в колонии есть студия звукозаписи. Писал я маме. Ну, я только маме и пишу. Свиданий давно не было, уже больше года. Очень соскучился, хочется обнять. Переписка у нас постоянно ведется. Обычными письмами, электронными письмами. Ну, электронными лучше, потому что они быстрее доходят. То есть обычные письма, обычные почты идут недели-две, а электронные за день-два доходят. Чтобы в письмах не было угроз или какой-либо агитации, каждое письмо вычитывают оперативники, цензоры. А у осужденных время от времени появляется возможность позвонить родным по таксофону. Ими оборудована каждая колония. Таких звонков только за прошлый год совершено больше 500 тысяч. С сегодняшнего дня у осужденных появилась возможность не только слышать родной голос, но и, наконец, увидеть близких. Пока, правда, только через стекло. Это смягчение ограничений первое за год. Осужденные с нетерпением ждут отмены всех запретов. Говорят, что тотальная разлука с близкими – самое сильное испытание. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.